Здравствуйте, я Владислав Климович, полузащитник Динамо Минск. Наконец-то! Сегодня мы сделали много фотографий, целый день за тобой охотился с фотоаппаратом. Видел в Телеграме фото? Конечно, видел, заходил, читал новости, видел много твоих фотографий, хороших и... своих, твоих, твоих, сделанные тобой, хороших и не очень хороших. Но я все-таки выбрал, но выбрал две фотографии, и вот не могу определиться, какая из них будет лучше, поэтому предлагаю сделать такой, как небольшой опрос среди двух фотографий, пускай подписчики Телеграма посмотрят и выберут, какая им больше понравится, там, я не знаю, дать им один-два дня, сколько, ну, я думаю, один день хватит, да. Да, и завтра, например, вечером, там, до девяти, дедлайн, да, подведем итоги, и та фотография, которая выиграет, я сразу же, сразу же, сразу же меняю фотографию, да, в Инстаграме и в Телеграме, где-где захотите. Слушай, Влад, вот что мне в тебе нравится, то, что ты всегда стараешься быть на позитиве, всегда с улыбкой, и это круто. Ну, да, да, мне кажется, все-таки так и сами сборы легче как-то проходят, когда угрюмый ходишь, они длятся больше, под нагрузками, тем более, когда это все как-то с юмором проходит, дни летят быстрее, поэтому мы стараемся. Пока еще это начало сбора, думаю, что к концу сбора ты все-таки меня и увидишь, и более таким угрюмым, уставшим, да, но пока начало, я буду держаться до конца. Как в Сочи было с точки зрения отношения юмора и нагрузок, потому что было тяжело? В Сочи было тяжело, да, было тяжело, но это была такая работа, к которой мы, когда бежали, в принципе, понимали, что она нам должна помочь в сезоне. И с этими мыслями оно как-то легче, наверное, переносилось. Надо было потерпеть, где-то стеснув зубы потерпеть, да, была хорошая такая беговая работа. Все-таки, наверное, футболисты больше любят с мячом играть, чем просто бегать без мяча, но такая работа тоже нужна, поэтому все так восприняли более-менее хорошо, все отработали ее, и, ну, уже здесь, наверное, будет так, больше с мячом, больше и игрового, и более такой будет интересный сбор в плане именно футбольных каких-то моментов. Что было самое сложное в этих бегах? Ну, наверное, монотонность, когда вот тебе надо просто по кругу бежать, там вкладываться. То есть понятно, что это и физически было тяжело, но немножко и прибивало вот эту вот монотонность. И за дня в день ты знаешь, что утром вот ты уже просыпаешься и понимаешь, что через два часа тебе бежать, и ты уже с таким не очень хорошим настроением идешь на завтрак. Ты понимаешь, что на завтрак не надо много кушать, потому что... Потому что все, да, может, может полезть наружу, поэтому ты так уже готовишься к этим бегам. Но уже даже вот к вечерней тренировке уже как-то настроение было получше, потому что ты осознавал, что ты пробежал основную работу, такую беговую сделал на сегодня, и понимаешь, что так вечером-вечером будет попроще и поинтереснее все-таки с мячами. Ну, вот в таких вот ситуациях, когда тяжело, очень много решает коллектив. Потому что атмосфера все это вот... Согласен, согласен, плюс мы бегали группками такими, да, и в паузах старались где-то пошутить, подбодрить друг друга, поговорить, потому что, ну, так молча это, так тяжелее все переносится в себе. А так, конечно, когда ребята уже, тем более, немножко разнакомились, понятно, что много новичков, как бы так, но это не было никаких таких проблем в этом. Все познакомились, все друг друга поддерживали, все друг на другом пошутили, даже где-то, если тяжело, видно, что так потравили, можно сказать. Ну, все воспринимали это с юмором, поэтому так в этом плане тоже легче перенеслось все. Я вот не видел, как у вас все было в Сочи, и потом приехал к вам на тренировку в стайке, был приятно удивлен тому, что вот реально я увидел хороший коллектив. Да, ну, тут подобрались ребята, такой, как сплав, наверное, молодости и опыта. Опытные ребята хорошо с молодежью разговаривают, общаются, ну, так, держат наравне, подсказывают где-то, когда надо. Поэтому я считаю, что вот именно хороший коллектив из-за, вот, наверное, личностей таких, которые вот остались уже, которые хорошо приняли в коллективе и молодых, и так все как-то, так, в общем, получилось здорово, все друг друга понимают, никто никому там по злому не пихает, да, где-то в игре можно подсказать, но это не из-за злости какой-то, так, в целом, чтобы наоборот помочь, адаптироваться, помочь какие-то понять требования, в силу того, чтобы опытные больше понимают, наверное, чего хочет тренер, как бы, и будет помогать доносить это более таким молодым и неопытным ребятам. Как в целом тебе наша команда за то время, которое ты уже успел здесь провести? В целом все отлично, все нравится, все на высоком уровне, начиная там от каких-то полей, базы и условий тренировочного процесса, условий восстановления, условий, не знаю, тренерско-административного штаба, ну, это все отлично, все нравится, пока не испытываю никаких проблем, но мое дело вот только тренироваться, а все остальное за меня, как бы, думают, все во всем помогают. Ты говорил о том, что у тебя были варианты уехать за границу, по-моему, Греция один из них. Насколько было тяжело сидеть на этих лесах, с одной стороны, уехать в Европу, с другой стороны, наше клубо-эскадемат. Да, конечно, было тяжело, и не сказать, что я об этом не думал каждый день, наверное, я совру, и каждый день думал, и просыпался с мыслями, что как лучше, какое решение принять, но вариант там в Греции был, просто он достаточно ранний был, и его надо было до Нового года уже дать ответ, потому что у них там достаточно рано, после Нового года, начинались официальные игры, и я, наверное, все-таки хотел вариант какой-то более, ну, не то что лучше, но более интересный вариант для себя найти, поэтому вариант с Грецией так потихоньку отпал после Нового года. И появился вариант с Динамо, и как бы я не считаю, что это как бы хуже, потому что если ставить какие-то цели, уехать из Динамо, то Динамо это все-таки клуб и с именем, и участвует, я надеюсь, что будем участвовать и в Еврокубках, и постараемся как можно дальше пройти, и в чемпионате хорошо выглядеть. И я думаю, если будет хорошая сезон и для команды, и для меня, то в будущем можно также уехать в Европу и в команду даже лучше, чем даже та команда, которая была в Греции, у меня вариант. Рубрика «Самый очевидный вопрос» Влада Климовича. Александр Глебович, нельзя не спросить. Какие аргументы он приводил в плюс? 100% вы советуете, 200%, я уверен. Какие аргументы в плюс он приводил тебе, для тех пор, на вашу команду? Да, конечно, он знал все мои варианты, все-таки общаемся, общаемся достаточно так тесно. Ну, конечно, потому что, в принципе, Динамо Минск в разрезе чемпионата Беларуси, это клуб с традициями, клуб хороший, в котором все ставят только максимальные задачи, поэтому, если переходить по Беларуси, то Динамо Минск, я считаю, что это очень хороший переход, хороший для меня переход, который может, наверное, сделать какой-то шажок дальше после него. И вот такие, наверное, аргументы он и приводил, что все-таки у нас не так много в чемпионате Беларуси клубов, которые ставят максимальные самые задачи. Грубо говоря, сейчас четыре это клуба, наверное, да, которые, и вот играть в каком-то одном из них, это уже круто. А плюс Динамо Минск, это все-таки клуб с такими, с такими давними традициями, давними традициями, и я считаю, что даже как-то почетно, наверное, играть за такой клуб и побеждать. Как тебе работает со Сергеем Витальевичем? Все отлично, он достаточно импульсивный тренер, наверное, да, любит не просто подсказать словом, а подсказать где-то в тренировочном процессе делом, показать, как надо все это делать, как, если не доходит до того, какой частью ноги лучше в тот или иной момент пробить, отдать передачу. Поэтому мне это нравится, и нравится, что вот ты его чувствуешь, как вот, как, я не знаю, вот как еще одного футболиста, который вот все время с командой, все время в движении, все время подсказывает. Поэтому пока все, все отлично. Товарищеский матч мы играли с Витебском, честно скажу, удивился, что вот, товарищеский матч, учитывая, что вы играли в Каминный Город. Да, да, это очень хороший вопрос, на самом деле я даже не ожидал. Ну, ребята говорили, что, возможно, придут фанаты, да, я как бы понимал, что, но не ожидал, сколько их будет, и как они будут поддерживать все-таки это, можно сказать, зима, предсезонка. Стадион не в центре города, как бы, да. И это приятно меня удивило, и я надеюсь, что как-то в сезоне это еще больше будет. И поддержка такая, ну, я, наверное, понял, что даже в товарищеских матчах нельзя какой-то себе дать слабинку, а вот надо играть на победу, надо стараться играть красиво, забивать побольше, потому что, ну, болельщики, болельщики пришли и хотят видеть красивый футбол, хотят видеть результат. Поэтому вот то, что, конечно, мы сыграли два матча по 0-0, немножко так расстроило. Ну, как по мне, достаточно много моментов создали, поэтому игра так достаточно яркая была. Я надеюсь, что болельщики не расстроились, и надеюсь, что в сезоне таких вот моментов, где мы не реализовываем, только моментов не будет. Будем стараться играть. Да, да. Смотрите Динамо ТВ, подписывайтесь, ставьте лайки и следите за нашим межсезонью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!